Если вчера была часть одиннадцатая, то сегодня, наверное, двенадцатая. Чине? Ставьте ваши педали и погнали! Поехали далее! Часть двенадцатая на сегодня. Когда-то один старый-престарый шаман сказал Эйли, что её дух, хранитель, является частью её самой. И он всегда с тобой. Всегда. И, стало быть, живёт в ней. И она поверила ему. Попытка обратиться к духу огромного зверя, ставшего её защитником и покровителем, тут же успокоила Эйлу. Как рукой сняло. Открыв глаза, она вновь взяла в руки отбойник. И вот первыми же ударами она сбила с голыша известковую корку и принялась рассматривать этот кремень. Он имел очень хороший, тёмно-серый цвет. Однако зерно оставляло желать лучшего. С другой стороны, в камне отсутствовали включения других пород. С другой стороны. Эйла занялась его обивкой, откладывая в сторонку самые большие осколки, которые могли ещё пригодиться. Там, где она била отбойником, они были потолще, а с другой стороны – потоньше. У многих из них острые грани имели сколы и зазубрины. Она собиралась использовать эти осколки для разделки шкур или тушь, или для сжатвы трав. Для всего сгодиться. Придав камню желаемую форму, Эйла взяла в руки костяной молоток. Кость, как более эластичный и упругий материал, предназначалась для окончательной доводки, ибо не могла повредить режущие края будущего орудия. Теперь всё определялось только точностью удара. Отслаивавшиеся при этом тонкие пластинки кремния имели вытянутую форму. В скором времени орудие было уже готово. Оно походило на сплюснутую грушу с заостренной вершиной и имело длину порядка пяти дюймов. Поперечное же его сечение представляло собой подобие вытянутого прямоугольника. Его прямые и острые режущие кромки сходились в вершине. Противоположная сторона или основание имело округлую форму. Орудие это являлось одновременно и топором, которым рубят ветки, или даже целые деревья, целиком, и теслом, с помощью которого можно было выделывать чашки и прочую утварь. Тесла. Им же можно было раскалывать на части бивни мамонта или дробить кости крупных животных. Все, моно, делать. Прочное и острое оно годилось для самых разных работ. Вот то. И Эйла почувствовала себя уже куда лучше. Теперь ей хотелось опробовать более сложный способ уже обработки камня. И она взяла еще один покрытый известковым налетом галыш и принялась сбивать с него хрупкую корку. Камень имел серьезный изъян. Известняк уходил куда-то вглубь и не мог использоваться для изготовления орудия. Мы с Эйлы тут же, мыслишечки, они тут же приняли совершенно иное направление. И вновь нахлынули эти сомнения. Она положила отбойник на землю и задумалась. Еще один дурной знак. Еще одна беда. Она не хотела верить, не хотела соглашаться с этим. Эйла оценивающе посмотрела на кремень, пытаясь понять, можно ли изготовить из него хоть что-нибудь стоящее. И вновь взяла в руки отбойник. Отскочивший от камня осколок требовал доводки. Эйла вновь отложила отбойник и потянулась за правилом. Но под руку попался совершенно другой камень, который лежал неподалеку. Эйла даже не подозревала о том, что эта случайность окажет влияние на всю ее жизнь. Далеко не все изобретения вызываются в жизни необходимостью. Порой открытие совершается совершенно случайно. Секрет состоит только лишь в осознании этого. Все необходимые элементы существовали и прежде. Но случай вдруг проявляет их неведомую до то ли взаимосвязь. Только случай, или иначе определенное стечение обстоятельств, является существеннейшим условием открытий такого рода. Ни один человек не дошел бы до них собственным умом, то есть осознанно. Не помоги ему вот эта случайность, не поддающаяся рациональному истолкованию. Молодая женщина, сидевшая на берегу реки, в затерянной среди бескрайних степей долине, в этом смысле тоже не была ведь исключением. Или нет? Вместо провила Эйла подняла с земли кусок железного колчедана, примерно таких же размеров. Вот именно им-то она и ударила по осколку кремния. И возникшая при этом искра, она отлетела, отлетела далеко в сторону, аж пшикнула, и попала на комочек сухой фибры, который она и принесла из пещеры. И вот над трутом поднялась едва заметная струйка дыма. Однако уже в следующее же мгновение искорка эта погасла. Но все это, все это происходило прямо на глазах у изумленной Эйлы. Как так-то, а? Ну, что и говорить. Подобное стечение обстоятельств это вещь весьма редкая. Потребные для него элементы были налицо. Эйла всегда отличалась сообразительностью и живостью ума. Ведь так-то. Она ясно представляла себе процесс добывания огня. испытывала в нем острую, наястрейшую необходимость. И она сейчас не боялась экспериментировать. И все-таки понять и правильно истолковать увиденное она смогла далеко не сразу. «Угу». Больше всего ее поразил появившийся над трутом дым, дымочек. И через какое-то время она пришла к выводу, что причиной его появления стала упавшая на труд искорка. «Вон она!» Аж пшикнула. «Но откуда она могла взяться?» «М? Откуда-ва?» И тут Эйла перевела взгляд на камень, который она держала в руках. и аж ахнула. Ведь это был не ее камень. Она сжимала в руках совсем не провила, а один из блестящих камешков, на которые она обратила внимание только вот только этим утром. А? Как блескало! камни, как известно, не горят. В том же, что она держит в руках именно камень, Эйла нисколечки не сомневалась. «Как так-то?» спрашивается. «Откуда взялась та искра, которая заставила задымиться труд? Ведь дым и искру она видела собственными глазами. Вот только что пролетела! Эйла подняла с земли кусок комок сухой фибры и тут же нашла на нем знакомые черные пятнышка. И она прикоснулась его пальцем и увидела оставшийся на коже черный след. Все сходится. «Откуда» она принялась разглядывать кусок железного колчедана. «Откуда могла появиться эта искра, а? Откуда молния полетела? Что ее вызвало?» «Она ударила этим блестящим камнем по куску кремния. Ведь так ничего другого я не делала». И Эйла неуверенно ударила камнем о камень. Но ничего необычного не произошло на удивление. Ничего такого. И Эйла недоуменно хмыкнула и вновь ударила камнем о камень. На сей раз куда сильнее и резко. Из камня вылетела искра. Пшикнула! В тот же миг в голове ее родила совершенно безумная идея. Странная, волнующая и немного страшноватая. И она осторожно положила оба камня на шкуру, лежавшую на кости мамонта. И принялась собирать материал для разведения костра. Когда все было готово, она поднесла камни к труту и сильно вдарила ими друг от друга. Отлетевшая от них искра упала на землю на землю тут же погасла. Эйла изменила взаимное положение камней и вновь ударила. Но на сей раз удар ее оказался слишком слабым. Она повторила его и увидела, как отлетевшая от камней искорка она упала прямо на труд. И дымок, поднявшийся от него, вдохновил ее на продолжение этих попыток. В тот момент, когда на труд упала еще одна искра, подул ветерок. Вот оно, все сходится. Я тут тебе со всех сторон поддуваю. Ты, дурна ты башка, но эта искра ярко вспыхнула от ветра и тут же погасла. Ну, конечно, конечно же, ее нужно раздувать. И Эйла села поудобнее и вновь вдарила камнем о камень. Сильная яркая искра упала в самый центр трута. Эйла осторожно подула на фибру, и она увидела, что огонек стал постепенно разгораться. И она добавила к ней щепочек и стружек. Вскоре оно задымелось все. Вот она, тучка! Туча! Дуй! она действительно задымелась, очень сильно задымелась, прям комочек дыма, а потом над ним появился, заплясал огненный маленький язычок, язычок пламени. хм, как же просто оказывается. Она не верила собственным глазам. Ей захотелось повторить, повторить те же действия вновь и вновь. и взяв еще один комок трута и подсыпав к нему стружек и щепок, она разожгла огонь уже во второй, в третий, в четвертый раз. О, мах-мах, мах-мах, а, и в дамках, а, моя девка. И ее душой овладело странное возбуждение, соединявшее в себе и страх, и изумление, и радость первого открытия. И она поднялась на ноги и уставилась на четыре маленьких костерка, горевших прямо у ее ног. Винни вышла из-за скалы, привлеченной запахом дыма. Что это такое необычное? Огонь, который прежде так пугал лошадку, теперь вызывал же у нее ощущение безопасности. Винни, Винни, крикнула Эйла. Она так хотелась поделиться хоть с кем-то своим открытием. Винни, иди сюда. Винни, посмотри, ты только посмотри, посмотри на эти костры, смотри сюда. А та так глазами блым-блым. Что это? Я добыла огонь, Винни. Я добыла огонь при помощи камней. Ты можешь себе это только представить? Камней! Вот, камни, скала из камней, а я огонь добыла. Огонь! Ты представляешь? В тот же миг солнце вышло из-за облаков, и камни, которыми был усеян весь берег, засверкали, отражая свет его лучей. О, как я работаю, а? О, лови, лучики, лучики! Казалось, что засверкал весь берег, абсолютно весь. Я была не права, когда решила, что в этих камнях нет ничего особенного. А они вон как сверкают. Они мне говорят. И как же я только не поняла этого сразу? Как же так я не поняла? Ведь и мой тотем дал мне точно такой же камень. Вот, посмотри, в моем амулете. Вот он. И теперь я знаю, что в нем живет огонь. Я его видела. И она вновь впала в крайнюю задумчивость. Но почему я? Почему выбор упал на меня? В прошлый раз пещерный лев дал его мне в знак того, что Дарк будет жить. О чем он хочет известить меня теперь? И ей вспомнилось то мрачное предчувствие, возникшее у нее ночью, когда она поняла, что огонь в ее очаге погас. Она поежилась, хотя вокруг полыхало четыре костра. Четыре штуки. он как обложился. Чего приуныла ты, а? Впрочем, уже в следующее же мгновение ее охватило радостное ни с чем не сравнимое чувство, ведомое всем первооткрывателем и первопроходцем. А? Ты? Открыватель ты? А? И не поспоришь? Глава восьмая. Здравствуйте! Здравствуйте! Выкрикивал Джандалар, сбегая вниз к берегу реки. Страшная тяжесть свалилась с его сердца. Казалось, что не остается ничего другого, как опустить руки и сдаться. Но звук человеческого голоса вновь наполнил его надеждой. Он совершенно не думал о том, что незнакомцы могут повести себя враждебно. Уж слишком мучительным было чувство собственной беспомощности, терзавшее его с того самого момента, как он увидел неподвижное тело Таналана. Но незнакомцы, похоже, были настроены достаточно дружелюбно. Окликнувший его мужчина держал в руках веревку, конец которой был привязан к шее этой диковинной огромной водяной птицы. И только теперь Джандалар понял, что он, он видит перед собой не живое существо, а что-то вроде лодки. И мужчина бросил ему свободный конец веревки. Джандалар поймал ее и тут же бухнулся в реку. Двое других мужчин, державших в руках другую веревку, спрыгнули в воду и побрыли к берегу. Вода доходила им до пояса. Один из них заулыбался, увидев выражение лица Джандалара, в котором угадывались и надежда, и облегчение, и смущение тоже. Он забрал Джандалара мокрую веревку, подтащил лодку поближе к берегу и привязал ее к росшему неподалеку дереву. Вторую веревку он обмотал вокруг сучья в большой полузатопленной коряге. Водяное судно покинул еще один из седоков. Он легко перепрыгнул на корягу, как бы испытывая ее на прочность, и произнес несколько слов на неизвестном Джандалару языке. После этого с борта лодки на корягу был переброшен узкий мостик. Говоривший тут же поспешил по нему назад, чтобы помочь женщине, сопровождавшей некую важную персону, пожелавшую сойти на берег. Судя по всему, помощь была скорее частью ритуала, чем необходимостью. Соплеменники относились к этому человеку с чрезвычайным почтением. Шо, опять ходу ма? Он отличался важной, едва ли не царственной манерой держаться. О, царь! При этом в его облике чувствовалось нечто неуловимо странное и двусмысленное. Джандалар удивленно уставился на важного незнакомца. Ветер играл с прядями его длинных белых волос, связанных на затылке. Безбородое или гладко выбритое лицо несло на себе отпечаток прожитых лет. Однако кожа при этом оставалась по-детски мягкой и нежной. Широкие скулы и выступающие вперед подбородок говорили о сильном характере. И Джандалар обнаружил, что стоит по колено в воде. Только тогда обнаружил, когда этот таинственный незнакомец, успевший к этому времени выйти на берег, поманил его к себе. Что же с ним было не так? Незнакомец, в карих глазах которого читались сострадания и некий вопрос, неожиданно заулыбался. Джандалар застыл на месте, лихорадочно пытаясь разрешить загадку этой странной личности неизвестно какого пола. Для мужчины он был несколько низковат, а для женщины явно слишком высок. Широкие свободные одежды, скрывающие под собой тело, важная поступь. И чем дольше разглядывал его Джандалар, тем больше он недоумевал. Где-то он слышал о подобных людях. Тело их в каком-то смысле не имело пола, ибо сочетало в себе признаки обеих полов. Обычно такие люди входили в число тех, кто служит матери. они соединяли в себе силу женского и мужского начал, и потому считались непревзойденными целителями и знахарями. Джандалар находился на чужбине, вдали от родного дома. Он не знал обычаев здешних обитателей. Тем не менее, он почти не сомневался в том, что видит перед собой именно целителя. Возможно, целитель этот относился к служителям матери. Возможно. Таналан нуждался в целителе. И вот он, целитель явился к нему. Сверху. Но что могло привести его сюда? Что заставило сесть? Что? заставило их сесть в лодку и поплыть к этому берегу? Лежавший возле костра Джандалар бросил в огонь еще одно полено. В ночное небо взметнулся целый сноб ярких искр. Натянув шкуру на плечи, он задрал голову и проводил их взглядом. в тот же миг в его поле зрения попала какая-то фигура, сослонившая собой изрядную часть усеянную звездами неба. Он тут же забыл о безбрежных просторах небес и увидел перед собой молодую женщину, протягивавшую ему чашку с горячим чаем. Усаживаясь, Джандалар прикрыл шкурой оголившееся бедро, с сожалением посмотрев на сушившиеся в сторонке штаны и обувь сушилась. Молодая женщина, которая показалась ему до этого угрюмой и диковатой, она вдруг заулыбалась, и эта лучезарная улыбка превратила ее в редкостную красавицу. Никогда прежде он не видел столь поразительной мгновенной трансформации. Его ответная улыбка как нельзя лучше говорила об этом. она с трудом подавив озорной смешок отвернулась. Она отвернулась в сторону, не желая лишний раз смущать чужеземца. «У тебя красивая улыбка», сказал он, благодарно принимая чашку с чаем. Она только покачала головой и произнесла несколько слов на неведомом ему языке. «В том, что ты меня не понимаешь, нет ничего странного. Знала бы ты, как я рад вашему появлению. Как же я рад!» Она смотрела на него во все глаза. Опасаясь, что молодая красавица может покинуть его, Джандалар вновь заговорил, вновь и вновь. «Мне очень приятно разговаривать с тобой, даже смотреть на тебя. Мне все приятно». И Джандалар поднес чашку к рту. «Как же хорошо пахнет!» «А что это?» И он одобрительно кивнул головой. «Мне кажется, я чувствую запах запах ромашки». Она ответила ему кивком головы и, сев на бревнышко, лежавшая возле костра, стала говорить что-то свое. Естественно, Джандалар не понимал ни слова, но звук ее голоса ласкал его слух, и она, разумеется, не могла не замечать этого. «Не знаю даже, как вас благодарить. Страшно подумать, что могло бы с нами случиться, если бы не вы». И он выразительно наморщил свой лоб, на что она тут же ответила понимающей улыбкой. «Как бы мне тебя об этом спросить? как ваше Зеландонии или как там вы его называете? Как он узнал о том, что мы находимся здесь, что мы нуждаемся в помощи?» Женщина произнесла всего лишь несколько слов и указала на стоявшую неподалеку палатку. Джандалар вздохнул, и отрицательно покачал головой. Похоже, собеседница что-то поняла, чего он, увы, не мог сказать о себе. «А, впрочем, это не так уже важно», сказал он. «Надеюсь, ваш целитель позволит мне остаться возле Таналана. Я не сомневаюсь в его способностях, но... но мне хотелось бы находиться возле своего брата. И Джандалар посмотрел на нее так выразительно, что она положила даже ладонь ему на руку, явно желая его успокоить. Он попытался улыбнуться, но это у него плохо получилось. В этот момент палатка распахнулась, и из нее вышла женщина постарше. «Джетамио», позвала она собеседницу Джандалара. «Джетамио». Молодая женщина поспешно поднялась на ноги и ухотела было уйти, но Джандалар схватил ее за руку. «Джетамио», спросил он, указав на нее. В ответ женщина утвердительно кивнула. Ударив себя кулаком в грудь, он произнес «Джандалар!» «Джандалар!» «Я!» «Джон-да-лар», произнесла она по слогам, после чего повернулась лицом к палатке и указала сначала на себя, потом на Джандалара и, наконец, на нее. — Таналан, — сказал Джандалар, — моего брата зовут Таналан. Таналан, — пробормотала она и слегка прихрамывая, поспешила к палатке, раз за разом повторяя это имя. — Штаны были все еще сыроватыми, но он без малейших раздумий натянул их на себя и, как был босиком, понесся к ближайшей рощице, дабы справить нужду. Смена одежды осталась в большой палатке, в которой целитель лечил Таналана. Конечно, он мог бы отправиться к рощице и без штанов. Однако вчерашняя улыбка Джетамио заставила его позаботиться о пристойном внешнем виде. Помимо прочего, он боялся ненароком нарушить какой-либо обычай этих людей, которые решили прийти к нему на помощь. Вначале Джандалар хотел отправиться к рощи, замотавшись в шкуру, служившую ему одеялом. Вначале. Но не успел он сделать и двух шагов, как из-за палатки послышался звонкий смех Джетамио. И тогда-то он и решил натянуть на себя мокрые, холодные штаны. — Таналан, не надо над ним смеяться. — Это нехорошо, — строго заметила та из женщин, которая была постарше. И тут же фыркнула, не сумев взвержать собственного смеха. — Роша, я ведь и не думала над ним издеваться. Ведь верно? — Ты только посмотри на него. Он хотел пойти, завернувшись в свою шкуру. И Джетамио вновь захихикала. Но на сей раз куда тише уже. — Почему он не мог пойти туда безо всего? Почему? — Ну как ты сама этого не понимаешь, Джетамио? Они могут придерживаться совершенно других обычаев. Такое ощущение, что они пришли издалека. — Да, я и одежды такой-то никогда и не видывала. Да и язык у них совершенно другой. Ни одного знакомого слова. Ведь верно? И произносят-то они их как-то уж очень странно. — Скорее всего, ты права. Он явно не хотел, чтобы его увидели голым. — Ты бы видела, как он покраснел, когда я подошла к нему прошлым вечером. Но, с другой стороны, он был очень рад нашему появлению. Правда? — Ну, разве его можно в чем-то обвинять? — Рошарио, а как чувствует себя тот второй? — неожиданно посерьезнее спросила молодая женщина. — Шамут что-нибудь говорил о его состоянии? — По-моему, отек начал спадать. И температура тоже. Он и спать стал гораздо спокойнее. Шамут считает, что его подделал носорог. Не понимаю, как он вообще выжил. Если бы Высокий не придумал этот сигнал, раненому уже был бы конец. — И все-таки им повезло, что мы их нашли. Должно быть, им улыбнулась Мудо. Матери нравятся красивые молодые мужчины. — Тогда почему она не спасла? — Почему не спасла-то Налана от носорога? — Вон как он его искалечил. — Как ты думаешь, он будет вообще ходить? Рошарио ответила ей нежной улыбкой. — Если бы ему передалась хотя бы половина твоей энергии, Тамио, он начал бы ходить прямо сейчас. И щеки Джитамио порозовели. — Схожу-ка я к Шамудо. А вдруг ему нужна помощь? — пробормотала она и тут же поспешила к палатке, отчаянно стараясь не хромать. — Почему бы тебе не принести высокому его укладку? — крикнула ей вслед Рошарио. — Иначе он так и будет расхаривать в мокрых штанах. — А я не знаю, какая из укладок ему принадлежит. — А ты вынеси ему обе. — Тогда и места в палатке будет куда больше. — И еще спроси у Шамудо, когда его можно будет перевезти к нам. — Как там его? — Таналана? Джитамио утвердительно кивнуло. — Если мы задержимся здесь еще, Даланда займется охотой. — Пищи-то у нас с собой немного. Рыбу в такой воде все равно не поймаешь. — И вообще, Рамудои предпочитают держаться подальше от берега. Мне нравится твердая почва под ногами. — Ох, Рош, если бы ты вышла не за Даланда, а за одного из Рамудои, ты бы считала совсем иначе. Рошарио только покачала на это головой. — Как же, дождешься предложения от этих гребцов. Пусть я тебе и не родная мать Джитамио. Но отношусь я к тебе, как к дочери. Об этом все знают. Если мужчина даже подойти к тебе боится, значит, нечего и думать о нем. Поняла? Этому речному племени лучше особенно не доверять, знаешь. — Не волнуйся, Рош. Я пока не собираюсь бегать с одним из них. Не собираюсь, — ответила Джитамио с озорной улыбкой. — Тамио, в племени Шамудои немало достойных мужчин, которые были бы рады перебраться в наше жилище. — Что это тебя так рассмешило, а? И Джитамио прикрыла рот обеими руками, однако так и не смогла сдержать смеха. Рошарио посмотрела в ту же сторону, что и ее молодая собеседница, и поспешила зажать рот рукой, боясь рассмеяться в голос. — Пойду-ка я лучше за этими самыми укладками, — пробормотала Джитамио, давясь от смеха. — Нашему высокому другу явно следует сменить одежду. И она вновь громко фыркнула. — Прямо как ребенок, который наложил в штаны. Пойду-ка помогу ему. И она скрылась в палатке. И тут же оттуда раздался ее звонкий заливистый смех, который, вне всяких сомнений, был слышен и Джандалару тоже. — Веселишься, моя хорошая, — обратился к ней целитель, вопросительно подняв бровь. — Ой, простите, я понимаю, что мне не следовало здесь смеяться. Дело в том, либо я перешел в лучший мир, либо ты, Доний, явившийся для того, чтобы отвезти меня туда. — Ни одна земная женщина не может сравниться с тобой красотой. — Но я не понимаю ни единого вашего слова. Ни единого. Джетамио и Шамут разом повернулись к раненому. Тот во все глаза смотрел на Джетамио. На его устах появилась слабая улыбка, чтоб не сказать сладкая. Джетамио разом посерьезнела и села возле него на колени. — Я его побеспокоила. Как же я об этом раньше не подумала? — Улыбнись, моя прекрасная Доний, — пробормотал Тоналан, взяв ее за руку. — Улыбнись, детка! — Да, моя радость, ты его побеспокоила. Но пусть это тебя не волнует. Мне кажется, в скором времени ты вызовешь у него беспокойство совсем другого рода. Джетамио бросила на Шамута удивленный взгляд и покачала головой так, словно не понимала, о чем вообще-то говорит, о чем речь. — Я зашла сюда только для того, чтобы вам помочь. — А ты уже это сделала. Слова целителя изумили Джетамио еще больше. Порой понять его было просто невозможно. Проницательный, чуть ироничный взгляд целителя сразу же смягчился. — Я сделал все, что от меня зависело. А прочее зависит уже от него, самого. Что ему может помочь? Все то, что усилит в нем волю к жизни. В том числе и твоя прекраснейшая улыбка, моя радость. И тут уже Джетамио покраснела и смущенно понурила голову. Тоналан по-прежнему продолжал держать ее за руку. — Не отпущу. Она встретилась с ним взглядом. На нее смотрели серые, искрящиеся весельем глаза. — А, вот потому, чего его не выбрали. — Потому, что серые. Джетамио ответила ему лучезарной улыбкой. Целитель выразительно кашлянул. — Кх-кх-кх. — Давая понять Джетамио, что ей не следует так долго смотреть в глаза чужеземца. И она слегка смутилась и тут же поспешила отсесть в сторону. — И для тебя найдется дело. Коль скоро он пришел в себя, мы можем его покормить уже. И лучше всего его напоить бульоном. — Впрочем, из твоих рук он мог бы все принять. Все, что угодно. — Да, я все понял. И сейчас принесу. Желая скрыть замешательство, она вышла из палатки и тут же увидела неподалеку Рошарио, которая пыталась объясниться с Джандаларом. Последний имел при этом приглупый вид. Вспомнив о том, что ему нужно переодеться, она вновь юркнула в палатку. — Мне нужно забрать их вещи. И еще Рошарио хотела узнать, когда мы сможем перевести Таналана. — Как, говоришь, его зовут? — Таналан. — Мне сказал об этом тот. — Второй. — А? — Передай Рошарио, что мы задержимся здесь еще на день-другой. Он еще не готов к переправе. Ты посмотри, какие там волны. О, как бушует. — А откуда ты узнала мое имя, прекрасная Доний? А? И как зовут тебя саму? И она вновь одарила Таналана лучезарнейшей улыбкой и тут же вышла из палатки, держа в руках обе укладки. Таналан самодовольно ухмыльнулся и внезапно заметил, сидяшего неподалеку, беловласого целителя. В его загадочной улыбке было что-то кошачье, мудрое, всезнающее и немного хищное. — Если ты еще раз об этом подумаешь, тебя носорог еще раз растопчет, но уже навсегда. — Эх, молодость, молодость, а? — насмешливо заметил Шамут. Разумеется, Таналан не понял значения его слов, однако он мгновенно уловил заключенный в них сарказм. Он все понял, и это заставило его насторожиться. Голос целителя отличался неопределенностью тембра. Таналан принялся разглядывать его лицо и одежды, пытаясь понять, с кем же он все-таки имеет дело. С мужчиной или с женщиной? Таналан так и не решил, но эта неопределенность его отчасти успокоила даже, что, похоже, он таки в надежных руках. Джетамио вынесла из палатки вещи путников и заметила, с каким нескрываемым облегчением воспринял ее поступок Джандалар. Она знала о мучившей его проблеме, но он казался ей таким смешным. Горячо поблагодарив ее на ведомом ему одному языке ведомом, он схватил свою укладку и понесся к ближайшим кустам. Все. Сухая одежда привела его в такое благостное расположение духа, что он тут же простил Джетамио все, все ее насмешки. «Должно быть, я выглядел очень странно», — подумал он. «Попробовала бы она надеть такие штаны, я бы посмотрел на нее. Мало того, что мокрые, так они еще и холодные». «Ладно, за ту помощь, которую они нам оказали, можно просить ищи и все. И этот дурацкий смех тоже. Что бы я вообще делал без них? Этот целитель наверняка владеет какими-то тайными силами. Без них тут явно не обошлось. И вообще, разве бывают зеландони без этих самых сил?» И Джандалар замер, вспомнив о том, что он давным-давно не видел своего младшего брата. «Стоп! Я ведь еще не видел-то Налана даже. Может, ему стало хуже? Пора бы с этим разобраться. Брат он мне или не брат? Я имею право повидать его». Джандалар поспешно вернулся на стоянку, бросил укладку недалеко от костра, разложил рядом с ними сырые свои брюки и смело двинулся к палатке. Он едва не столкнулся с целителем, собиравшимся выйти оттудова. Шамут смерил его взглядом, и прежде чем Джандалар успел опомниться, заискивающе улыбнулся, отступил в сторону и с шутливым подобострастием пригласил этого высокого, могучего человека пройти внутрь. Целитель оставался загадкой для Джандалара. В умном, проницательном взгляде его глаз он уже не заметил былой надменности, хотя выражение их оставалось таким же неясным, как и их цвет. Улыбка, которая вначале представлялась Джандалару заискивающей, теперь казалась ему ироничной. И Джандалар понял, что целитель, как и любой другой Зеландони, может стать либо могущественным другом, либо грозным неприятелем. И он кивнул, изобразил на лице нечто вроде благодарной улыбки, и вошел только после этого внутрь. К своему крайнему удивлению он увидел возле своего брата Джетамио. Ишь ты! Одной рукой она поддерживала голову Таналана, в другой держала костяную чашу. Вне всяких сомнений дела пошли на поправку, смотрю-ка я. Мне следовало подумать об этом раньше, произнес он и широко заулыбался. Ты опять взялся за свое. Таналан и Джетамио удивленно уставились на Джандалара. Что? Что я сделал, большой брат? Ты открыл глаза, три биения сердца тому назад. А возле тебя уже сидит самая красивая девица этих земель. Ишь ты! Если что-то и могло согреть сердце Джандалара, так это только улыбка Таналана. Хе, а в этом ты прав. Краше ее здесь никого нету. Таналан гордо посмотрел на своего старшего брата. Мол, во, и я тоже могю. Ну, скажи, что ты делаешь в мире духов? Кстати, хочу тебя предупредить. Это моя личная Донни. Понятно? И свои синие глаза ты можешь оставить при себе. Об этом, маленький брат, ты можешь не волноваться. Не знаю, что тому причиной, но мой вид вызывает у нее смех. И только... А я позволил бы ей смеяться надо мной сколь угодно, сказал Таналан, восхищенно посмотрев на эту женщину, улыбнувшуюся ему в очередной раз. Ты восстаешь из мертвых, и тут тебя встречает такая чудесная улыбка. А? Хе, ну как так? И он вновь уставился на предмет своего обожания. А она улыбалась ему. Джандалар изумленно глянул на своего брата и перевел взгляд на Джетамио. Что здесь вообще происходит? А? Таналан только-только пришел в себя. Они не успели сказать друг другу ни слова. Но я уже могу поклясться, что он влюблен. Ты посмотри на все это, подумал он. И он вновь посмотрел на женщину. Эх, не отвести глаз. И на сей раз куда более внимательно. Обычно Таналану нравились более рослые и более полные женщины. Эту же крошку со светлокаштанными волосами вполне можно было принять за девочку. Лицо ее имело правильные черты. Формой же оно напоминало сердечко. Ничего особенного в ней не было. Обычная молодая женщина, как и их немало. Однако, стоило только ей улыбнуться, все, от улыбки станет всем светлей. Стоило ей улыбнуться, как в действие вступала какая-то неведомая алхимия света и тени. Лицо ее тут же становилось не просто красивым, а просто прекрасным. Джандалар уже испытал на себе действие этой улыбки. Она могла покорить любого тебе мужчину. Прямо в сердце это сердечко бьет. Судя по всему, обычно она улыбалась редко. Ага, мало в кого стреляла. Джандалар вспомнил о том, какой угрюмой и пугливой она показалась ему в самом начале. Ведь так-то, поверить, что это та же самая женщина, было почти невозможно. Она едва ли не светилась от переполнявших ее радостных чувств. А Таналан, что называется, он не сводил с нее своих влюбленных глаз. А? Че это я в тебя такой влюбленный? А? А ну еще постреляй. Джандалар вспомнил о том, что Таналану случалось влюбляться и прежде. Ведь случалось. Рано или поздно им предстояло покинуть ведь этих людей. И потому он искренне пожалел эту простодушную красавицу. Один из шнурков, которыми затягивался клапан отдушины, в конец истерся. Джандалар продолжал разглядывать кожаный шнурок, пытаясь понять, что же могло пробудить его ото сна. Он лежал совершенно недвижно. Он прислушивался, принюхивался. Он пытался разгадать причину своей тревоги. И в следующий же миг он выскользнул из-под шкуры и осторожно выглянул из палатки. И ничего, ничего, сколь-нибудь подозрительного он так и не обнаружил. Это шо ж получается? Что, ему это все приснилось, что ли? Ну и имена здесь, конечно, да? Рошарио, прям как всадник без головы. Ю-ху! Хола-хола, да? Или как там? Он к нему. Мы поверили? Я поверил, шо это такое? В хвантастика пошла. Шо за хвантастика, а? А тут оказывается, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и превратилось. Превратилось, а оно получается, это было, птеродахтель, это была лодка, лодка была свировкой. Это нам зачем? Вот это вот, мозги пудрят вот так, а? А вот это зачем нам так делать? Чтобы интересно было, че шо? Я уже поверил, что вообще фантасты тут поналетали. Ну и да. А может там, смотрите, как хотят нам сделать, что ему вот это все приснилось, то Налан уже начал выздоравливать, все, то есть он этого очень хотел. И помогла в этом девушка, сердечко. Ну, бывает так, вот о чем думаешь, что и снится. Может, так оно и случилось? А этой девушкой станет кто? Наша любимая Эйла. Вот я вот так хочу. 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 А будет оно так или нет? Посмотрим. Ну, хотелось бы, чтобы Таналана этого Толяна выхайдохали. Ну, пусть хоть даже так этот, как он, хамуда? Шамуда. А там как было? Хадума. Смотри, как похоже. Шамуда, а там хадума. Хадума. А тут шамуда. Муда. Попробуй, ну, запомнить можно. Но очень много разных непонятных нам неизвестных имен, их все запомнить сложновато. Правда? Я обычно как? Я беру и записываю. Беру список, пыску, пыска, и на нем пишу. Жамдалар такой-то это тот. Рамтаналан это Толян. Тут понятно, запомнить можно. Шамуда. Шамуда это наш новый, это этот Зеландони ихний. Новый. Целитель. Эйла, походу, тоже наша Зеландони. Будущая целительница. Великая Магурша. Магурша. И вот это все записываю. Ну, ребята, посмотрим, что дальше будет. По поводу, как они огонь добывали, вот это было очень интересненько. Кремний, оказывается, что, он сам по себе не это, то есть его нужно особым камнем сверкнуть, чтобы что-то добыть. А-а-а, вот оно как. Но даже если так, это очень сложно сделать. Даже вот когда в Китае берешь обыкновенные вот эти вот кресала, уже которые сделаны специально для того, чтобы добывать огонь, вот попробуйте ими что-то разжечь. Вот я впервые, помню, брал, видео даже, кстати, записывал, видосики у нас были про выживание. И я цвиркал, 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 его сложно, действительно, там прям конкретно разлетаются эти искры, прям вот так веером они летят. И тут, кстати, в этом рассказе тоже, что оно прям пшикнуло, это я, это я, это я, картины валюю. Красиво картина идет, вот так, мои краски. Ну, так красивее, правда, оно же действительно пшикает и внимание привлекает. И сразу же на это Эйла увидела, потому что пшикнула. А так бы она вообще не заметила, правда? А так она пшикнула у меня и все. Хопа, внимание, смотри сюда. Дед-то бы и все помогает. Дед картины рисует, а ты только краски подноси. Вот так. Ну, так, в общем, вот это кресало, ребята, китацкое вот это, пшикаешь, прям веер летит, но разжечь огонь нереально. Кстати, если газ разжигать, да, очень удобно, так раз, пшик, и газ сразу вспыхнул. Это удобно, как этим, пик-пик вот этой, пьезоэлементом этим. И то им не так лучше, этим сразу так, фью. У меня была даже идея взять это кресало и газ на кухне разжигать. Реально удобно. Берешь так, фик, и все. Ну, у меня там есть это лепестрическая такая, тоже удобно. Ну, вот была такая идея, что вот так вот, фик-фик. Ну, кстати, хорошая идея, надо попробовать, потому что же эти все датчики, вот эти на газовой плите, они там то забиваются, то ли что-то, то засораются, задолбешься их там чистить, короче. А вот это, вот это наш вариант на все века, на веки вечные, правда? Берете кресало, короче, и газ, газ в квартире, газ делаешь. Кстати, действительно удобная штука. Но вот это именно газ, а именно, чтобы его запалить, какой-то огонь сделать из таких, как она, хворост там, еще что-то, это еще тут вопрос. Даже травинка не так. Самое лучшее у меня получалось, разгоралась вата, ватные диски, пропитанные в этом, в свече, в воске получается, застывшие. Ты так размухривниваешь его, так его разделываешь, чтобы прям волоски торчали. И вот это вот загорается, и то тоже не так хорошо. Его надо так конкретно размухривнивать. Оно бывает так вспыхнет и потухнет. Его надо опять размухривнивать. То есть это, это я говорю про то, что сделано специально для этого. А это она нашла вообще, это все получается в природе. То есть насколько оно мало будет показывать тебе, и вероятность того, что оно вообще даст искру, насколько она низкая. То есть качественная маленькая искра, из нее еще попробуй что-то раздобуть без этих всех махры и без этого воска и без этих ватных дисков. Вот я к чему веду. Вот попробуйте, сделайте вот этот кремень, чтобы вы мне дали настоящий. Принесите мне вот завтра в избушечку нашу. Принесите в нашу пещеру, дешевую, там, куда, через что вы идете? Через избушку через пещеры. Я в избушке сижу сейчас. В пещеру занесите одну и в избушку, чтобы и там, и там было. Пригодится. Вот я попробую, чтобы его так вот подсверкать. И есть ли разница, как здесь говорится, чем циркаешь, почем? То есть, как это, яйцом по яйцам бьешь, как на Пасху там. Есть ли разница в этом вот тоже? То есть, чем бьешь? Здесь было сказано, что бьешь этим колчеданом, нужно колчеданом именно бить по Кремнию, а не кремнием по колчедану. Вот это тоже, а вот это, мне кажется, разницы вообще нету. А тут говорят, что есть. Ага. Вот тоже интересненько. Надо на практике это все использовать. Ага. Вот так. А теперь а что? А теперь став лайка и приходь уже завтра. Сразу же с крыслом. Вот так. По-другому не приходь. Все. Покедова. Споки-ноки-споки. Покедова. Вот так вот.